так они и остались стоять ну шок наверно у людей еще бы они были действительно на волосок от смерти и огромное спасибо ласки что она так ласково нас приняла и хорошо что она не больна подожди я уже боюсь что меня будут сейчас жарить так кроме всего прочего надо во-первых не расходовать эти патроны а взять во-первых наверно маленький пистолетик да где он у меня есть к нему патрона я надеюсь что есть и кроме всего прочего что я хотела и да что же это такое откуда вас тут столько облака белогриллы лошадки не надо сохраниться так побежали где мы мы здесь то есть нам очень плохо бежать поскольку тут у нас везде вроде как заборы хотя вот так мы можем пробежать я надеюсь подожди она мне же одежда одежда давай одевай бакалавр так мы должны быть выйти никогда не смотрела этих бедолаг но как видите они вроде как не нет у них ничего очень они бедны пусты и сиротливы так выгоревшие и там нету ничего ценного а вот и увидели мы собак да вот на том кладбище так что-то нам тут бахнуло подожди к нет письма нет так предупреждение гору спика у меня есть для вас новости айон я нашел то что вы искали позавчера а я уже не помню что я позавчера искала и спешите принимать важное решение пока не поговорите со мной я жду вас на заводах в подвалах под тучным цехом артемий борых лента чтоб тебя пусто было только что мимо этих заводов прошла а где он меня ищет заводской корпус котельная корпус продольный цех машина чем-то меняющий что-то еще раз подожди в подвалах под тучным цехом в дивизию горух где там эти твои чертовы тучные цехи давайте пока уберем на всякий случай пистолет пьяница бродяга вода пинты нету у тебя обмен есть отлично гуляй да 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 тут у нас заражают некий райончик где тебя искать да вижу тихо 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 здесь нет если это те самые подвалы в которых мы были тут окей так подожди карта мы сейчас обошли и туда корпус здесь я вообще не вижу никаких ходов-выходов народ толчется наверняка что-то где-то тут есть не лезьте ко мне не лезь ко мне я нужна бутылка отвянь икра господи все у них тут были двери твою же дивизию здесь нет тоже было где-то здесь не могу пораньше прислать подожди заводы а подожди здесь было или здесь или тут в общем полюбаса нам туда а время идет да твою же дивизию вот какой-то первый корпус закрыта второй о так порах ты знаешь я даже пистолет прятать не буду что у нас тут тут никого нету только время зря теряем иммунитет вместе с ним помнится здесь что-то такое было а вот так где что у меня новости для тебя и он одновременно плохие и хорошие давай выкладывай ты просил узнать где именно может находиться подземный сгусток из которого могла прорваться на поверхность бактерия песочной чумы ах так про это да 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 он имел ввиду очевидно что я искал бакалавр наш искал когда пытался спуститься под бойни так и тебе это удалось ну так вот он повсюду что значит повсюду эти залежи как щупальца спрута расползлись под всем городом от старых скотоводческих промыслов по эту сторону горхана вся земля пропитана ими а как-то узнал об этом ворох конечно сведения не проверенные но старшина мясников сразу понял о чем я веду речь он сказал что действительно такие залежи есть и он нарисовал мне как они распространяются под землей откуда они взялись это тайна и он я не могу тебе ее рассказать раскрыть так ясно и так древние скотомогильники у вас была еще одна новость то есть под городом очевидно вот как как и предполагалось что рылись там ямы все эти как говорится по своему укладу их там хоронили закапывали но с другой стороны это ж сколько надо было закопать чтоб там такая чума вообще под этой землей получилось кошмар так а какая еще новость хорошая новость та что они очень глубоко их скрывает столько пластов твердой почвы что никакой колодец не достанет до них нужно пробурить чрезвычайно глубокую яму чтобы эти сгустки лопнули и их содержимое поднялось в грунтовые воды через глубокую яму мне опять приходит в голову тот колодец но колодец нет наверное так а вот я бы то и другое спросила так что за чрезвычайно глубокая яма или не давайте спросим что говорят об этом в бойнях теперь обойни говорят моим голосом о юн я скажу тебе что о юн дурное вел дурно вел дела он был из рода подобного моему но значение о линиях ему не давалось последнее время он совершил очень много ошибок думаю он черпнул заразу в одной из полости пять лет назад пять лет назад смелая гипотеза что теперь я предполагаю что недавно он попытался захоронить ее в степи зачем не знаю это величайшая из святотатств и мой отец решил вмешаться он ушел в степь чтобы перезахоронить этот адский могильник сжег наверно но сам не уберегся и ток тебе извесен понятно и как велика вероятность того что твоему отцу не удалось уничтожить этот глоток я думаю сейчас не об этом айон бессмысленно перестраховываться я думаю о том как устранить последствия этой беды я хочу сделать так чтобы песчанка представляла для местного населения не большую угрозу чем ветряная оспа и как ты это хочешь вообще тогда надо просто отсюда сниматься и переселяться в другое место а здесь вообще просто оставить как не знаю огородить колючей проволокой и вообще по большому счету надо все разрушить какая-то такая странная мысль мне пришла в голову но ясно тем не менее если это так весь город придется рово мысль мне пришла тут и написано черно-по-белому придется разрушить нельзя допустить чтоб на этом месте продолжали жить люди вот именно потому что если город оставить то все равно кто-то позарится дома то все будет приходить а потом подцепить заразу и понесет эту заразу по всему миру положим я это уже сделал вакцина изобретена тут вакцина там еще что-нибудь будет мне кажется надо разрушить город постой айон не отдавай поспешных приказов клянусь тебе завтра к утру я найду способ изготовить столько средства от этой болезни что такой необходимости не будет разрушив башни да не так ли какую башню ты собираешься рушить да но только если будут живы те люди которых нужно спасти помнишь я говорил себе это дети которые через десять лет построят здесь новый город еще прекраснее прежнего что через десять лет все пройдет так еще прекраснее да это уродливая дыра как будто нарушена создана для испытаний тяжелых оружий давайте так ага и вот смотрите вот набор их сказал где вся эта зараза у нас есть под городом вы столько лет жили в этой заразе а теперь нам надо это как мы смотрите прошли сюда и сделали вот такой вот охрененный крюк все выходим очевидно все с тобой не спеши с дурными выводами айон я знаю как мне поступать я не могу а я тоже знаю как мне поступать все бурых до свидания слава богу на с тобой не случилось никаких этих перестрелок потому что сегодня просто какая-то война ну так же нельзя вот это облако кара караулила нас прямо 10 на выходе ну вот как это понимать это же подстава просто-напросто одежда наша него с уже вся до еще не все близко к тому мы бежим к андрею у нас уже день скоро закончится как бы как не рано моего начали но смотрите сколько там просто крысы стадами бегают потом там еще бегает этот разбойник а эти стоят этим пофигу не иди туда не иди туда не иди не иди со мной поговори лучше тебя нету ничего иди ты бесполезен смотри побежали так ладно я так бегу с этим пистолетом это кажется что у меня там нет уже никаких патронов поэтому мы возьмем винтовку она так как-то понадежнее будет хотя здесь у меня тоже уже патронов мало ну ну красиво блин так мужик стой и детей мы не видели так последние пять бутылок воды и очевидно последний бинт я очень надеюсь что этого хватит хотя по моему у нас еще с тобой есть да пара пустых бутылок так ну что пошли к андрею здесь ли он ну смотри-ка народ опять сидит ах ты ж красавчик судьбу считают слепой главным образом те кому она не дарует удачи это был афоризм да иди ты а не бросил ты меня дружище а ведь я тебя не ждал видишь хватило у меня у меня хватило ума у меня сюда вернуться ну ты наверное уже знаешь что солдатня сцепилась между собой верные генералы части убивают сейчас возле пушки озлобленных против меня мятежников ну вообще-то это я всех убил Андрей торжественный момент настал я явился к тебе по делу так ну-ка рассказывай что с тобой было с самого начала итак вчера прихожу я к брату сидеть с ним ну как и собирался увидел я там этих горе воинов и понял что дело плохо ну распорядился у братьев бросился на поиски брата искал всю ночь нет его нигде добрался до генерала и он рассказал мне что в армии мятеж так это он рассказал тебе про мятежников ему самому почти при мне о них рассказали это меняет послу я кинулся к орудию стал расспрашивать про расстрелянного архитектора мне ответили что в плен взяли много всякого сброда но расстреляют их на рассвете но и самого приголубили еле-еле ноги унес да уж понятно когда я рванул в кабак тогда я рванул в кабак чтобы собрать подкрепление и штурмовать орудие да ты просто герой но тут вышла глупость там возле пушки я вел я себя вел так шумно что обо мне видно навели особенные справки прислали наряд в притон ну дальше я все знаю как тебе удалось освободиться меня отбили мои верные товарищи по пути сюда рассказали что Петр вернулся домой и спит мертвым сном но я убедился что это действительно так вернулся сюда посчитать потери а ну слава богу значит все нормально так а еще поговаривают что архитектор Андрей Стаматин тот самый который вчера убил всех солдат в своей студии а потом поджег каменную лестницу только что был расстрелян мятежными солдатами сразу после этого начался штурм как это понимать ну это я произвел штурм ооо значит я это ты чего и с братом и с тобой смешались мы в одну и ту же личность в горниле этой катастрофы по моему то хлебнул уже тверина Андрей огонь войны отлил из нас одну тройную пулю это закономерно мы одно три стороны единого процесса поехали с нами в столицу хе-хе-хе-хе постой-ка где-то я это уже слышал дежавю да-да-да да если еще какой-то умный человек указал тебе на очевидное неудивительно подожди рано праздновать покажи мне чертеж фундамента башня да он мне его дал смотри-ка все больше ничего выходит из многогранника хорошо живой щит это не дело дети выходят из многогранника интересно так ну что еще слушай я ничего не понял то только чертежи какой-то пружины амплитуды колебания на 50 страниц расчетов что это какие страсти кипят вокруг архитектурных сооружений они требуют одни требуют расстрелять бойни другие многогранник как будто это живые существа так амплитуда колебаний мне не волнует мы принесем этой самой агла и пускай она разбирается а что за страсти это и есть живые существа Данил Донковский поэзия поэзия о нет это не поэзия вот бойни это древнее тело окаменевший от старости орган через который дышит земля да ладно в нем живет многоголосый дух у которого нет ни истории ни памяти ни имени ни рода древняя жизненная сила которая на самом деле уже мертва ах как? я бы спросила и то и другое ну ладно а многогранник зачем ты построил? а многогранник это зеркало сохранившее отражение того, кто посмотрелся в него последним. Знаешь, когда умерла Нина, Мария говорила, что уже никогда не оправится от горя. Она стала чахнуть. Вот тогда и был создан внутренний покой. А его сделал, конечно, Петр. Да, я не знаю, как ему это удалось, наверное, потому что он очень любил Нину. Ах, Петр любил Нину? У них какие-то такие любвеобильные вообще братья. Но получилось так, что в этом пространстве Нина жила. Представляешь, ты входишь в комнату и чувствуешь, что она здесь. Точно так же, как если бы ты просто повернулся к ней спиной и говоришь с ней. Ну, многогранник, понятно. А мне вот это второе интересует. Он любил Нину? Любил. То есть ради нее вы вогнали городу жало под сердце. Ты так и не понял? Многогранник был задуман Симоном для каких-то особенных целей. Он не говорил нам об этом. Дети заселили его по недоразумению, как маленькие обезьянки. Симон позволял им играть там до тех пор, пока не пришла пора использовать башню по назначению. И каким же было ее назначение. Так вот, почему детей выводит. Это вовсе не для детей этот многогранник был сделан. Думаю, Симон строил его для себя. Как раз на тот случай, если... Короче, это усыпальница. Дружище, мне это даже безразлично. Ну, я твердо знаю одно. Пусть все летит в тартарары, но башню нужно сохранить. Теперь, даже если разрушить, все равно уже ничего не поправить. Ее стоит сохранить хотя бы потому, что это уникальный патологический феномен. Ее нужно немедленно вырвать с корми. Ну, я скажу так, что действительно, если ее разрушить, то уже ничего не поправишь. Город-то все равно отравлен. Что еще ты мне скажешь? Что вы все приходите и пялитесь на меня? Ну, ты ж у нас гений, вот на тебя и пялится. Так, я не понял, что тут за пружинная амплитуда, колебания. Что тут непонятного? Это вкопанная в землю пружина, свитая из стальных частей. Огромный стебель, пять с половиной метров поперечники. Сколько пять с половиной метров? Длина более трехсот метров? Ничего себе масштаб, да? И как вы ввинтили такое чудовище в землю? О, мы прокопали траншею. Русло реки тогда пересохло. Это была безумная затея. Ну, Каины попросили Влада, и тот мобилизировал уклад. Весь термитник трудился над этой братской стройкой. Мы укладывали штырь постепенно, а самое его жало врыли вглубь земли под острым углом. Вот это да, под острым углом, насколько глубоко. Скажи, Андрей, а вы когда ничего не нашли, когда копали траншею? У меня, кстати, это и мало беспокоит, насколько глубоко вы ее загнали. Так глубоко, как никто еще не проникал. Это было насилие над природой, не спорю, но, как видишь, оно себя оправдало. Ну, теперь мне все понятно. Еще что-то есть? Судьбу считают слепой главным образом те, кому она не дарует удачи. Это был афоризм. Ну, ты даешь, брат, ну, ты даешь. Так, друзья, все понятно. Все теперь понятно. Что это фундамент от башни. А, сделал все это дело. То есть, та дырка, о которой говорил нам Бурах, она происходит из фундамента башни. Я, дело в том, что почему я торчу в продаже, не потому что я хочу что-то продать. Я мыслю, друзья, что же теперь получается. У нас есть... То есть, если мы разрушим башню, фактически эта дырка закроется, но с другой стороны она и так закрыта. Там же все засыпано, тем не менее, зараза проникла. Потому что просто уже было повреждено это захоронение. Теперь, по идее, надо рушить все. И многогранник, и бойни, и город. Просто, как говорится, разрушить все, чтобы больше здесь никто не жил. Людей эвакуировать и... Черт знает что. Я не знаю. Я не знаю. Так, ладно. Если что-то, время у меня есть. Так, ну что ж. Задание. Так, судя по всему, Андрей. Так, спасся. Так вот, какой фундамент понадобился осуществленному чуду. Чтобы утвердить башню, грунт пробурили на непозволительную глубину, что привело к фатальным последствиям. Можно отнести чертежи инквизитору. Инквизитору о задаче дня, экзекуция. Ну где? Ну что значит, ну где? Мы же уже нашли где. Это очень странно. Будет, если не засчитается это задание. Так, бакалавр. Осталось совсем чуть-чуть. Блин. Не надо в управу. А так как раз у нас бандит бьется с этим. Со стражниками. Черт. Все. У тебя и не было ничего. Так, малыши. Так. Вырасту, куплю ружье. Не переживай. Я убил этого солдата. А папа твой скоро придет. А вот этим... Я вот этими пулями его застрелить хотела. Держи, тогда это тебе. Да, давай-ка лучше мне от греха подальше. Отлично. Нам дали шесть пулик. А, для пистолета. Отлично. Крошечка. Дяденька бакалавр. Я нашел твоего папу. Он скоро придет за вами. Хочешь, я дам тебе вот такую коробочку. Смотри, тут лекарства. Порошочек. Спасибо. Пригодится. Порошочек. Детишки, бегите. К родителям скорее. Они больше со мной не разговаривают. Давайте-ка мы скажем блоку. Что тут у нас произошло. Я не могу больше жить. За два дня я потерял здесь две трети своих войск. А я чуть свою жизнь не потерял. Послушайте, ваши солдаты открыли по мне огонь. Я уже все знаю. Вы действовали совершенно правильно. Благодарю. Простите. Все. Дальше терпеть нельзя. Мои части отказываются повиноваться. Вчера их на четверть выкосила болезнь. Сегодня потерял еще половину вверенных мне войск. Хорошо хоть, что бунтовщиков косит чума сильнее, чем верных долгу солдат. Вот им награда за мятеж. А что за части? Это 15-я рота. Огнеметчики. Частично 42-й стрелковый батальон. Новые необстрелянные войска. Их отдали под мое командование на перегоне. Специально для этой проклятой задачи. Не повезло нам с вами, командор. Но надо признать, вы в гораздо худшем положении, нежели я был неделю назад. Так, а кстати, по поводу знаков отличия есть у них? Какие там знаки отличия? Если солдат не на своем посту, значит он преступник. А преступник подлежит скорому суду и незамедлительному наказанию. Это совершенно очевидно. Не та ситуация, чтобы миндальничать. Как мне вести себя с солдатами такими? Убивать на месте. Оказывать сопротивление, докладывать мне. Впрочем, я этим уже занимаюсь. Если бы у меня оставалось достаточно сил, все мятежники и предатели уже были бы показательно истреблены. Как это случилось при карстовых бродах? Ну-ну-да-да, отродно видеть такое рвение. Ладно, я буду иметь это в виду. Ну и рвение мне тоже отродно видеть. Все? Что? Что? Ждем завтрашнего дня. Ну что? Нет, не ты, не ты. Я не могу больше ждать. А, подожди. Будем ждать. Мне дурно. В глазах потемнело. Так устроена жизнь, сама звонка. Так устроена жизнь. А мы с вами смотрим, что у нас получилось по нашим заказам и заданиям. Заканиям. Горожане спасены, солдаты убиты. Вчера все могло бы случиться наоборот. Но в этой ситуации у них, у одних были ружья, а у других их не было. Так, ну что ж, и задачи дня мне надо Аглайе отнести. Осталось чертежи. И, честно говоря, я очень надеюсь, что на это все закончится. Не так ли? Где-то тут было облако, помню. Уже нету. Вот видите, опять дождь прошел, и крошка. Ох, крошка, ну почему же ты убегаешь? А вон там мальчонка бегает. Не знаю, детишки, насколько вы мне нужны, но, наверное, все-таки нужны. Давай меняться. Ну, а у тебя ничего нету, что мне было бы нужно. Пацаненок. А крошка убежала. Наверное, потому что я с ружьем бежал. Иногда они так делают, и никогда не понять, чего именно они боятся. То ли моего ружья, то ли того, что где-то стреляют. Так, бойкая барышня, а у меня для себя точно ничего нету. Хотя нет, есть бусики. У тебя для меня ничего нету. Пьяница, у меня воды нету для него. А вот еще, пацаненок. Что у тебя? Меняться. Ой, господи. Ой, господи. Откуда тут эти облака-то взялись? Тут же... Что-то мне совсем плохо. Ох, как все плохо. Но это не помешает нам заглянуть в мусорник. Откуда облака? Ведь здесь же чистая зона. Посмотри, а. Это даже не выгоревшая. Аптека. Так. Прежде чем идти к Аглае, тут у нас есть по соседству тоже еще один магазинчик. Я бы, наверное, зашла, купила продуктов. Так, да, меняться с тобой, как видите, уже не получится. Так, да-да-да-да, зовешься вас. Думала, просто так выйти из разговора. Не, я не дал. А там вот бандюга идет. Сейчас он меня, пока я тут лажу по мусорникам, застрелит, да? А хотя мне в магазин. Мне больше-то никуда и не надо было. Так, хенде-хох, ограбление. Что у вас есть? Орешки и сухарики. Давай хотя бы это. Всяко лучше, чем ничего. В принципе, что я хотела? Я хотела еще просто краем глаза глянуть, как дела и не заболела ли наша... Дурашка. Нет, птица у нее не стоит. Все, друзья, бежим. Бежим к Аглае. Я очень надеюсь, что на этом закончится, и она не даст нам опять ни какой-то квест. Ни какой-то, какой-то, ни какой-то. Потому как время... 5 часов, начало 6-го. Ну, пока вроде... Фу-ть-фу-ть-фу, все нормально. И... Со здоровьем и со всякими этими сытостями и прочей чепухой. Пошли здесь. Так. Блин. Тихо-тихо, вижу, вижу тебя. Блин. Блин. Дождь. Кого там стреляет? Облако, облако, облако. О, тут куча тучи. Крысы. Всякая фигня. Боже мой, побежали. Здоровья. Беги, бокалава, к чертовой матери. В прямом смысле этого слова. Фу. Ну что, чертова мать. Вот тебе чертежи. Времени почти не осталось. Так, ну что ж, смотрите сами. Я достал чертеж фундамента. Вот он. В армии начался мятеж. Две роты отделились от блока. Ну, пока что у нас о фундаменте идет речь. Итак, чудодейственная машина оказалась рычагом, который гонит из-под земли отравленную органику. Очень символично. И есть в этом такая привычная логика. Общая логика устройства мира. Не говорите, что вы удивлены, бакалавр. Почему рычагом? Собственно говоря, да, почему рычагом-то? Итак, местные землекопы, бурильщики, инженеры под руководством Андрея Стаматина каким-то хитроумным способом ввинчивают вглубь земли длиннейший стержень. На нем, как на пружине, покоится яйцо многогранника. Похоже на рычаг, разве нет? Ну, не думаю я, что это рычаг. Но если строители разворошили подземные залежи при установке фундамента, почему болезнь вспыхнула только теперь? Вот именно. Потому что тут такая почва. Думаю, некогда этот сгусток был ямой, в которой степняки хоронили останки убитых быков. Некоторые факты это подтверждают. Скорее всего, он располагался над остальем штыря. Давление на верхний край постепенно усиливалось. Возможно, штырь смещался. Когда он добрался до сгустка, ну да, похоже на правду. А мы нашли источник. Поздравляю с победой, Даниил. Завтра последний и самый тяжелый день. Как-то внезапно мы его нашли. Почему-то меня не оставляет чувство, что вы об этом всем знали заранее. Завтра на совещание в Ставку. Ладно, я приду. Еще что? Продействовать. Укажи им на истинную причину катастрофы. На истинную причину катастрофы. В армии начался мятеж. Две роты отделились от блока. Теперь они пытаются пробиться к дальним орудиям. Я уже это знаю. Этого нам только не хватало. Блок отлавливает их и безжалостно наказывает. Да, это он умеет. Самое дурное то, что этот раскол сокращает наше без того скудное время. Действовать надо быстро. С минуты на минуту блок поймет, что каждый час промедления сокращает его силы почти на четверть. Ну, до завтра мы успеем. Я надеюсь. Итак, у нас что-то отметилось. Фундамент чуда. Почва, на которой построили город, отравлена. Постройка башни вскрыла то, что было спрятано прежде. Причина мора теперь совершенно ясна. Это доказано математически. Но значит ли это, что башню нужно разрушить? Гибнущий город уже не спасти, но сохранить многогранник. Воплощенный успех человеческого дерзания еще возможно. Понимаете, что самое странное во всей этой истории, что я как бы даже без этих записок пришла к этому выводу. А еще я хочу зайцы к Кайну. Так, вакханалия тут закончилась. Эх, забыл я продать ружье. Ну да ладно. Так, Виктор. Кто это ходит там, наверху? Мария готовится стать хозяйкой. Известно ли вам о хозяйках, бакалавр Донковский? Ну, я слышала краем уха. Хотя давайте-ка вы мне расскажете. Хозяйка дарит жизнь всему, чего коснется и рука. Слово и даже мысль. Как тот древний царь, который прикосновением обращал в золото хлеб, деревья и воду. Но прикосновение царя превращало живое в мертвое. Хозяйка же делает наоборот. И как это получается? Мне это неизвестно. Я знаю, что это происходит. И знаю, что нет большего счастья. Хозяйка поддерживает в своих руках игрушку. И та оживет. Подумает о ней. И кукла вспомнит свою историю до седьмого колена. Увидите ее во сне, и эта кукла сможет творить. И что, Мария становится такой женщиной? Да, как у вас тут все интересно. Не знаем, радоваться нам или плакать. Даже если бы она готовилась стать матерью, не было бы радости больше. Ибо сегодня родится удивительное существо. Но горе не меньше. Мария уходит. Была у нас любимая дочь. Сегодня ее не станет. Она хотела поговорить. А вы написали, что появление хозяйки остановит мор. А почему? Не остановит, а знаменует. Мор остановите вы, Бакалавр Донковский. Ваши с Марией пути пока идут рядом и очень близко. Я знаю точно одно. Когда появится хозяйка, скверно из нашей жизни уйдет. Они несовместимы. Хочу видеть Марию. Теперь уже поздно. Мария в глубоком обмороке. Ночью случился последний приступ. На короткое время она вернулась к нам, но вновь провалилась вниз. Сейчас она готовится к пробуждению. И я верю, что дочь поднимется с той глубины, на которую она опустилась. А зачем она меня звала тогда? На прощание дочь хотела сделать две вещи. Поговорить с матерью и нанести визиты двум другим куколкам. Ни то, ни другое она сделать уже не может. С матерью ей, наверное, не поговорить уже никогда, но встретиться с будущими хозяйками необходимо. Они должны признать ее. Ах ты ж, елки с палками. А кто эти будущие хозяйки? В нашем городе было три силы. Может быть, их больше нет, но они оставили поросль. Еще две наследницы станут хозяйками, когда придет их черед. Это Капелла, дочка Виктории. Второй, я не знаю, возможно, что это преемница Сабуровой. Но это не Клара. Клара Чиста. А у Сабуров не было другой преемницы. Почему уверена, что это не Клара? Потому что Клара была здесь недавно. Она смотрела мне в глаза, кому как не мне отличить добро от зла. Нет, она не хозяйка земли. Очень возможно, что она и в самом деле святая. Но я чувствую, что сейчас... А, но я чувствую, где сейчас хозяйка земли. Она прячется где-то в термитнике. А, Тая. Хорошо. И что, нужно передать им что-нибудь? Нужно взять у куколок знаки преемственности. Они знают, о чем идет речь, потому что чувствуют ее пробуждение. Весьма вероятно и то, что Капелла знает, кому передала свое преемство узурпаторша Катерина, хозяйка земли. Все-таки она возглавила третью силу, пока мы были мертвы. Господи, у меня уже крыша трещит от вас. А почему вы попросили об этом меня? Мария просила об этом. Она особенно хотела, чтобы чужие руки не касались колец, которые потом всегда будут украшать ее тело. Ну ладно, это меняет дело, хотя, елки, время. Время, друзья! Мы получили еще одно задание. Приготовление к коронации. Странные каины. Семейство приходит в упадок буквально на глазах. Над горными повисло тяжелое облако ожидания смерти. И тем не менее, они горят радостным чувством. Будто их смерти нет ничто по сравнению с будущим счастьем рождения новой хозяйки. Виктор просит принять для нее знаки власти у Капеллы и у Самозванки. Нет, очевидно, не Самозванки. А все-таки это, я так поняла, Тая в этих самых, в термитнике. Давайте-ка мы посмотрим карту. Так. И. Честно говоря, у нас ничего не отпечаталось. Так, ладно, друзья. Но как бы там ни было... Как бы там ни было, нам надо с вами прощаться, поскольку наше эфирное время подошло к концу. И посмотрим, что мы можем сделать. У нас сколько времени сейчас? У нас 6 часов, в принципе, до конца дня. Еще 6 часов. И это будет очередной очень длинный день. Что ж, ладно, мы увидимся с вами в следующей серии. А всем, кто посмотрел эту, я скажу огромнейшее спасибо. Всего вам хорошего и пока-пока-пока. Пока! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...